Друзья и хорошего вам настроения, мы продолжаем с вами проходить игру Хастл Кастл. Ну что же, буквально сегодня, вот сейчас, пару секунд назад у нас произошло обновление. Давайте с вами посмотрим, что здесь у нас появилось новенького. Я смотрю вот что-то такое. Дорогие игроки, спасибо, что вы с нами. Нам очень важно, что вы нас поддерживаете. Мы работаем над игрой каждый день, стараясь сделать ее лучше и интереснее для вас. Мы отвечаем на все ваши комментарии и прислушаемся к вашим замечаниям и предложениям. В благодарность примите от нас этот подарок. Фух, спасибо, родные. Давай посмотрим, что это за подарок. Подарок от администрации. Мне очень хочется посмотреть, что это за подарок. Я его взял, да, наверное? Тут новости у нас какие-то. Скоро в игре. Впереди игру ждет множество больших, интересных и полезных обновлений. Вот лишь небольшой список того, над чем сейчас струется наша команда разработчиков. И что в ближайшие недели и месяцы появится в хастл-кастл. Кланы. Объединяйтесь с другими игроками или же создавайте свой собственный клан. Получите доступ ко множеству новых боевых заклинаний. Улучшайте и защищайте свою территорию. Выращивайте клановых чемпионов, которые будут помогать вам в эпических сражениях против других кланов. Докажите, что вы сильнейшие. Так. Хорошо. Далее. Порталы. Устали от ежедневных вторжений и однообразных орков? Хотите побеждать настоящих жутких монстров, пришедших прямиком из бездны? Готовы за свои старания получать крутые награды? Все это и многое другое будет вас ждать в порталах. Ух, ребята. Вот это будет веселуха, я чувствую. Делитесь повторами боев. Вы сможете делиться своими грандиозными победами и досадными поражениями с другими игроками прямо в чате. Что довольно неплохо. Награды за вход в игру. Все верно, вы не ослышались. Просто заходите в игру и получайте за это награду. Каждый день. Отлично. Все это и многое другое ждите в следующих обновлениях игры. Спасибо, что вы с нами и удачи. Спасибо вам, разработчики, что вы не бросаете и не забрасываете игру. Мы вам очень признательны за это. Главное, одна единственная просьба. Не испортите ее, пожалуйста. Так, и что у нас тут еще за новости? Так, я не могу понять, скоро в игре обновление игры. Так, что здесь у нас? Давайте почитаем. Дорогие лорды, мы рады представить вам очередное обновление игры. Ниже вы можете узнать об изменениях и новшествах, которые появились в игре. В игре появился чат. Теперь вы можете общаться с другими игроками. Ну неужели? Вот это, вот это хорошо просто. Кардинально пересмотрен баланс боевых предметов. Теперь более редкие предметы ощутимо лучше обычных серых. Все значения на ваших предметах были заново сгенерированы таким образом, чтобы соответствовать их настоящей силе. Теперь приобретать и создавать редкие эпические легендарные предметы крайне выгодно, ведь они будут полезны на протяжении долгого времени, и с ними вы проведете немало славных боев. Да неужели, ребята, вот о чем я и говорил, что зря, зря я тогда крафтил шмотки. Вот он, вот чего надо было сделать. А то я и думаю, почему те вещи, которые мы с вами крафтили до этого, они такие же практически, как и обычные шмотки. Ну, плюс-минус там два стата каких-то, которые, в принципе, никакого преимущества не давали. Но теперь, я надеюсь, все действительно кардинально изменится. Так, читаем далее. Значение мощи также подверглось корректировке. Мы продолжаем работать над алгоритмом расчета, чтобы значения были более показательными и соответствовали реальной силе вашего отряда. Да вот это давно надо было сделать, потому что, извините меня, преимущество между, предположим, красным шмотом и фиолетовым, ну, уж больно сильно ощутимо. Один воин в фиолетовом шмоте может полностью, кардинально, так скажем, изменить ход боев. Надеюсь, действительно, они над этим постараются и как-то изменят. В игре появилась лента новостей. Теперь вы можете узнавать обо всех интересных событиях и изменениях в Хастл Кастл прямо в игре, что очень даже довольно неплохо. В игре появилась почта, в которой вас уже ждет подарок от администрации игры. Да, спасибо, я его еще и, кстати, не смотрел. Мы посмотрим. Также мы работаем над кланами, изменением боевого баланса и многими другими интересными новшествами, которые постепенно будут появляться в игре. Оставайтесь с нами и следите за обновлениями. Фух! Прочитал, как оттороторил. Ладно, забираем. Ну что же, ребята, почта. Так, дорогие игроки, спасибо. Так, ну это же вроде мы как читали, да? Да, это мы читали. Отлично. Ну что же. Так, ребята, как вы видите, вот мой новый состав. Солдат. Да, если вам, конечно, интересно, как я до этого дошел, я могу выкладывать, конечно, те серии, которые у меня уже отсняты, если вы этого сами захотите. И я уже могу начать уже просто с этой ленты. И, соответственно, там серий 20 просто улетит в бездну. Так, что у нас здесь? О, елки-палки. Какого лешего-то? Давай-ка. Так, надо камеру немножко отдалить. Поварятушки мои. Как же вы меня радуете. Так, что у меня здесь? Алхимик. Так, четвертый уровень слабенький, конечно. Ну, что поделаешь. Так, дровишки. Дровишки-то хорошо. И вроде бы пока все, да? Ну, монетку тут еще немножечко. Так, отлично. Ну что же. Давайте посмотрим, что мы вообще получили здесь от администрации. Вскрываем. И. Ух ты, ё, 10 кристаллов мне зеленых дали сразу. Шикарно. А это, ё-хо-хо-хо, 66 уровень. А почему такой слабенький-то? Восстанавливает союзнику 2000 хп. Ну, как-то на 66 уровне. Ребят, ну вы уж простите. Как-то вы занизили, по-моему, параметры, а не уравняли. Ладно, давайте смотреть, что здесь. Необычный предмет. Глянем. И. Ох ты, ё-моё, вы посмотрите. Необычное кольцо. Крит. Плюс 1345. Это Криту. Ну, на 66 уровень. Ну, все равно, Крит обалденный просто. А это что за колечко? Здоровье. 570. Ядрите его на коне. Ребята, я просто представляю, как сейчас радуются ребята, которые имеют вот данный уровень. Они сейчас просто будут тут рвать всех. Эх, блин, надо как можно быстрее до этого раскачиваться. Так, ну что же, пока все хорошо. Ребят, я могу заказать две редкие шмотки. В принципе, я, наверное, хотя... Ладно, сейчас глянем. Так, и у меня еще, как вы видите, два прогресса сделано. Так, сборщик золота и сборщик маны. Я, естественно, тоже их сейчас скрою и посмотрим, что у нас здесь выпадет. Открывайся, Сим Сим. И... Наверное, как обычно... Нет, я уже думал, как обычные ресурсы. На алхимика выпала у нас бронька. Замечательная. Это меня радует. И еще один сундучок. Давайте посмотрим, что в нем будет. Ух ты, опять фиолетовый шмот. Замечательно. Угу. Так, на 54 уровень. Шикарно, ребята. Все хорошо. Но, если честно, вы посмотрите, сколько у меня в данный момент фиолетового шмота. Вы помните, когда я плакал и кричал, дайте мне фиолетового? Вот. Хоть заешься теперь. Да, кстати, от красных тряпок нам придется с вами, наверное, скоро избавляться. Но это будет немножечко попозже. Сейчас мне интересно, что здесь еще добавили, а? Это что за значок? А, это значок, понятно. Моих атак и поражений. Да, понятно все. Мои нападения. В общем, с этим все ясно. Так, а где, интересно, они сделали... Так, это лента новостей у нас. Чат. Я вот не могу врубиться. Подождите-ка. Вот тут что такое? Ух ты. Ёлки-палки. Давайте-ка мы что-нибудь напишем. Так. Я говорю, где тут писать-то? Ё-моё. Я не пойму, а где писать-то, ребят? Да нет. Ух ты. Можно вот так вот посещать даже. Как мне написать в чате? Не пойму. Ну, вот сюда я кликаю. Например. Ну, раскладку мне, естественно, нужно сделать русскую. Так. Добро пожаловать в глобальный чат. Оскорбление недопустимо. Ну, это и правильно. Так, а как мне... Чё-то я не могу понять. А как... Блин. А, подождите. Ёлки-палки. Он закрывает мне этот... Нижние строчки чата я не вижу. Ребята, я не вижу. Как мне вообще от этого закрыть теперь? Ладно, давайте вот так вот сделаем. Всем привет. Всем привет. Все пишут приветы. Ну, давайте мы тогда тоже здесь что-нибудь напишем. Так, как мне изменить раскладку-то, ёлки-палки, а? Да ну, какой-то бред написал. Это меня не устраивает. Как мне раскладку поменять? Хе, чёрт подери. На русскую-то, а? Ну-ка. Да ну, нафиг, да что-то... О, опять орки появились. Ну, орки-то понятно. Ладно, ребят, с этим чатом я чуть-чуть попозже разберусь. Надо будет раскладку поменять. Это, конечно, не дело писать там по-английски. Но главное, что он уже есть. И, ребята, какой-то прогресс. Значит, тут осталось дождаться кланов, порталов. Интересно, они это не сделали? Продолжение? Нет, пока ещё не сделали. Ладно, давайте с вами начнём бомбить орков. Наших родных, захудалых. Интересно, их усилили или так же остались ватами они, а? Ну, как сказать. О-о-о-о. Ребят, смотрите, а дамаг-то наносят они уже. Смотрите-ка. Вот так вот. Видимо, их усилили. Вы посмотрите, это всего их трое. Да. Ха-ха-ха. Всё теперь должно быть не так просто, как хотелось бы. Причём я в фиолетовом шмоте. Ладно. Забираем сундучок. Там, по-моему, есть, не ошибаюсь, ещё. Так, нет, надо тут, уже тут надо отхиливать. Тут уже не прокатит аркофоном. Может быть, здесь только чуть-чуть попозже. Но не на данной стадии. Так, и я ещё хотел, ребята, глянуть насчёт крафта, да? Так, посмотрим, какие я шмотки могу себе заказать. Ну, например, броню, да? Ой, подождите-ка. Мне что-то заинтересовало. А, нет. Всё то же самое. Так, вот мы смотрим. 39-49. Нет, ребят, не прокатит. Не буду я пока ставить. Я буду всё-таки апать. А потом уже будем ставить на крафт. А с мастерской оружия что у нас обстоят? Как дела? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Например, я хочу для магов, да? И вот... Нет, всё то же самое, ребята. Всё то же самое. Надо будет апать. А сколько у нас стоит улучшения? Два ляма, да? В принципе, я могу сейчас прапать. Три дня, 14 часов... Ой, 12 часов будет делаться. Слушайте, я думаю, что оно того стоит, да? На 50-й, 70-й бойцов. Давайте сделаем. Пускай у меня будет делаться, да? Времени у нас пока есть. И это хорошо. Так, ну что, вы отхилились, я смотрю. Давайте возвращаться, ребята. Так. Так, хорош там прихорашиваться уже. Пора тебе сейчас в бой. Так, вскроем сундучок, глянем. Что у нас из этого? Блин. Я хочу 66-й уровень, ребята. Ну, вы посмотрите. Ну, это ладно, посох. Я не знаю, почему он на этот уровень с такими показателями. Ну, да, крит, я не спорю. Полтысячи считай. Но... Хили, точь слабенькая. Ну, вот это колечко, конечно, меня вообще порадовало. И вот этот амулетик. Вообще шикарно. Хотя, я думаю, пока я дорасту до 66-го уровня, я поимею еще более крутые и лучшие вещички. Так, что у нас там? Сейчас что-нибудь пишут, ребята. Класс обнова. Да, ребята, действительно, класс обнова. Пускай хотя бы чат. Мы просто теперь можем общаться здесь. А, тут еще и клановый появился. Но он пока в разработке. Ладно. Блин, молодцы, молодцы программисты. Не бросают игру, не забрасывают ее. И пока ее еще ничем не портят. Очень круто. И я надеюсь, хотелось бы мне как можно скорее получить полноценное обновление. Я, как еще раз говорю, глобальное. Чтобы мы с вами продолжали с интересом играть, наслаждаться и развивать свой замок. Так, отлично. Ну, вроде бы пока на этом все, да? Или нет, ребят? Что-нибудь у нас появилось? Я надеюсь, они добавят какие-то новые постройки. Насколько я помню, должен быть еще у нас объявиться дракон. Как еще изначально из самого писали. Ну, как-то я сомневаюсь, что они его сюда поставят. Но он должен был быть. Ну, остальное все пока реализуется. Насчет подземелий, порталов, другие миры. Загробный мир и так далее и тому подобное. Так, что мы еще в данный момент здесь можем сделать с вами? Так, орков, по-моему, я еще не всех завалил. Да, ребята, еще два вторжения у меня здесь находятся. Давайте их добомбим. И с чистой совестью будем вскрывать сундуки. Так, посмотрим, насколько крепкий воин. Вы посмотрите, ребята, вот оно. Вот о чем я говорил. Уже не все так просто. Оркофон тут уже не прокатит. Ё-моё, да он практически нарал. Еще и победил меня. Ё-хо. Вот так вот. Все, ребята, теперь уже стало намного интереснее играть. Да ну нафиг. Хорош. Ё-моё, блин, проиграть оркам. Это, это нечто. Ха-ха, ядрить его на корень. Блин, ну это, это же намного улучшает игру. А то и раньше просто над ними издевался. А теперь хрен. И это было только трое их. А если пятеро будет? У-ху. Будет жарко. Но, тем не менее, довольно-таки интересно. Охренеть, я в фиолетовых шмотках. В принципе, да, ребята, они же писали, что сделают баланс между мощами. То бишь, если я мощный, соответственно, орки будут тоже мощными. Замечательно. Все-таки это сделано. Воплотили они это в реальность. И это очень замечательно. Так, тут только ресурсы у меня. Тихо, 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 тихо. Не то я хотел сделать немножечко. Так, бревна. Улочки. Да, денег у меня, конечно, маловато. И, естественно, я сейчас сделаю, ребятушки, что? Один пвп бой. Я хочу посмотреть, насколько они улучшили баланс между игроками. Мы, как всегда, найдем какого-нибудь такого среднего человечка. На него нападем. И глянем, что у нас из этого выйдет. Кстати, новая магия будет у нас. Не забывайте. Новая. Интересно. Ай, блин, пока не то. И я, кстати, не могу сделать. Потому что у меня, видите, еще один день будет клепаться. Моя магическая мастерская. А вот здесь мы сейчас посмотрим. Что? Ну, пока, наверное, ничего нету. Да, ребята, все без изменений. Но, как они обещали, будет ее очень много. То бишь, новой крутой магии. Соответственно, я думаю, что на защиту замка будет тоже что-то сделано новенькое. Через нашу, как она там, арсеналка. Будет, наверное, что-то добавленное. Пока в данный момент у нас вот это самое последнее. Эти тотемы древние. В принципе, нет. Защита замка тоже немаловажный фактор. Тем более, если кланы, захват территории и так далее и тому подобное. Естественно, должны быть замки крепкие. И очень хорошо защищены. Тем более, они должны обороняться. Фух. Да, я же прям предвкушаю дальнейшее обновление. Ладно, ребят, давайте еще нападем на последнего орка. Глянем, что он. 80. Ё-моё. Да, ребят. Подождите. Подождите. Ёлки. Я только сейчас увидел. Вы посмотрите. У меня раньше было 300 тысяч мощей. Вот в этом коллективчике. Сейчас у меня 88 тысяч. 88 тысяч. И это... Интересно, это так и должно быть или это какой-то баг? Вы посмотрите. Орки практически со мной наравне. Четверо. Ладно, давайте посмотрим, что у меня из этого получится. Их тут пятеро. Блин, если они меня сейчас тут разбомбят, мне придется тратить последнюю мою броню. Вот эту вот. Ёлки ты палки. Да, 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 да. Ребята, все. Они вот эти вот... Западнебесье, как говорится. Помните, что у нас там было по 300, по 400, по 600 мощей. Они это все пофиксили. И теперь уже более-менее сделали реалистично. Так, хорош, хорош, хорош. Теперь я смотрю, у нас в команде нужны будут практически все. Не только маги. Почему ты не можешь рисануть моего воина? Непонятно. Так, ну главное, что я одержал победу. Заработал еще один сундук. А я остался без магии буквально на сутки. Потому что я новую не смогу сделать. Этих ребят я сейчас отправлю лечиться. Так, ну что там у нас по чату? Кто знает, когда карта откроется? Теперь лечатся воины быстрее. Да? Я, кстати, не заметил. Ну-ка посмотрим. Да, вы смотрите. Прямо на глазах бежит столбик восстановления. Вот это вот тоже хорошо. Это большой плюс. Так, и что там еще они нам пишут? Так, кто откуда? Кто откуда? Я бы вам написал, ребята, откуда я. Но, как видите, не могу. Фигня какая-то непонятная. Что тебе непонятно, интересно? Кипермагическая сила дамаг отхил дает не само оружие. Кипермагическая сила дамаг и отхил дает... Дает. Дает не само оружие. Не понял, я что-то имею в виду. Маги, проверьте, не понерфили магов. А, понерфили магов. Да не только магов. У меня, наоборот, было 27, стало 42. Скорее бы кланы. Да, я тоже хочу. Нет, ребята, все на самом деле очень хорошо. Всех этих злопыхателей мощных уравняли, так скажем, к слабеньким. Что уже дает шанс им хоть как-то отстоять свою честь. Так, давайте забираем. Ну, здесь обычно ресурсы. А, кстати, да, я хотел посмотреть, знаете что, ребята? По шмоткам, что у нас поменялось? 847. Вот это дамаг, елток. Сила магии. Да, конечно, они тут все немножко порезали. Ну, как немножко? Прилично, я бы даже так сказал. Ну, броньки вроде бы так и остались все. С такими же статами. Так, а кинжалы? 4% Врагу 65. 65, по-моему, урон увеличили. Точнее, не урон, а процентовку по нанесению урона врагу. Так, а ну-ка этот меч. Здесь, ну, меч вроде бы так же и остался. А арбалет? Так, вроде бы то же самое все. Ну-ка этот. Есть шанс 8%, да? А был, по-моему, 10, если не ошибаюсь. Так, а этот что у нас? Ну, в принципе, я теперь понял, ребята. Значит, то, что тут 9. Да, немножко они тут все поурезали, как бы. Да, шанс и так далее и тому подобное. Теперь будет не все так просто, как хотелось бы. Теперь придется попыхтеть. Ну, и что же, ребята, давайте, наверное, в заключение мы с вами отправимся на кого-нибудь из игроков. Немножко его побьем. И посмотрим, как у нас будут обстоят дела вот именно в ПВП. Так, ну-ка найдем. Ну, давай, например, вот этого. 88 тысяч у него, в принципе, мне эти деньги не помешают. И у него практически все фиолетовые. Ё-моё, да он меня превышает по мощам. Нет, не буду я на него нападать. Хе-хе-хе, сука. Черт, я тебя побрал. Ладно, давайте выберем Орда. Орда, 49 тысяч не хочу. Мало, слишком слабенький. А этот, 54 тысячи. 165, давайте разведаем его, посмотрим. Так, 82 тысячи мощей, я думаю, можно, в принципе, попробовать. Ребят, запомните, у меня нет никакой магии. Я ничем прикрыться не могу. Будет чистый бой. Только единственное преимущество, что он в замке, а я извне. Ё-ки-ты-палки. И неужели такое преимущество в замке теперь? Вы посмотрите, что творит. Ё-моё, блин. Да вы будете рисовать, воин. Вот. А почему так слабенько-то? Почему так маленько рисанул-то? Ё-ки-палки, да ну нафиг. Да, ребята. Ха-ха, теперь в замке атаковать не такое уж и простое, ребята, дело. Всё. Просто в хлам меня разбомбили. Ё-ки-палки, слушайте, подождите. А может быть здесь уже есть смысл ставить магам магическую броню? Может быть я зря хожу в этих доспехах? Сейчас мы это, ребята, ещё разочек с вами проверим. Давайте-ка идите, хильтесь. И я сделаю как? Где у меня маги? Вот у меня маг. Так. Я на него поставлю, естественно, фиолетовый шмот. Так. 9-69, а здесь, да, естественно, я надеваю на тебя вот эту броню магическую. Так, а что у нас с этими? Так, у ворот и... И-и-и сила магисти-136. Ладно. Это был у меня первый маг. Ты у меня кто? Ты у меня кинжальщик. Я не знаю, тут смысл есть какой-нибудь или нету. Хрен его знает, ребята. В общем, надо всё это проверять. Так, ладно, давайте глянем. Так, 55-й. Раз некоторые наносят урон по области. Чёрт его знает, чё тут лучше и как сделать. Стоит ему менять оружие или нет? Так, ты у меня маг. Ты у меня маг. Ты у меня тоже маг, надо тебе... Ай, 53-й уровень. А у меня... Фу, смотрите-ка, прям как для неё. Угу. Всё вроде бы нормально, да? Давайте посмотрим амулеты. Ну, по-моему, у меня здоровье повышает. Ага. Здоровье. Сила маги плюс 200. Хм. Это у меня амулетик. Магический урон. Блин, слабенькое колечко, конечно, такое. Это ещё слабее. Так, а здесь сила маги 430. Ух, 430. Слушайте, есть смысл этот колечко-то влепить. Ха-ха-ха. А это что у нас? Уворот. Точнее, урон. Уворот. Ну, урон нам не нужен пока, да? Ну что же, вроде бы как всё. Маги у меня в магической. Этот у меня в этой. Так, подожди. Вот этот ещё красноголовый у меня остался. Ну, для него... А что я для него могу сделать, ребят? Только лишь красную магическую броню. Потому что он у меня ещё слабенький. Давайте вот это вот, наверное, на него напялим. Сила маги 4000. Блин, обалдеть. Ладно. И посох. У него что за посох стоит? У него стоит. Восстановил не союзнику. Ага. Вот почему он так хилил слабенько. Слушайте, подождите. А где у меня ресельщик? Давайте глянем на моего реса. Так, сейчас мы здесь всё заберём. Я просто не люблю, когда у меня тут всё висит над душой. 335 у меня уже алмазиков. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, ману забираем. Так, где у меня ресельщик? Вот он, да? Воскрешает союзника. 2500. 2500. 2 хп. Это вместо... Скольки там было? По-моему, 8 или 9 тысяч, если я не ошибаюсь. Обалдеть. Теперь понятно, почему этот посох на 66 уровень вот столь... Ага. Ах, вы посмотрите. Теперь он даёт столько, а прибавка идёт к силе магии. Вот оно чё. Ага. Это получается, что он у меня... Ё, воскрешает союзника. Ни хера! Подожди. Воскрешает союзника. Ну, тут 10 тысяч и ещё 2. 12 тысяч с половиной. А почему же тогда так слабенько... Так слабенько у меня было жизнь, когда она его воскресила? Так, ребята, отхилились. Давайте-ка мы сейчас всё это с вами протестим. Видимо, потому что у меня стояла броня. А сейчас стоит у меня магическая броня. Вы посмотрите... Так, подождите, не то. Где-где-где рез? Где рез вы... Посмотрите, у меня был просто воин, да? Она в тяжёлом шмоте была. Вот этого, соответственно, стата не было. Теперь я поставил ей магическую броню и на 10 тысяч. В плюсе. Так, ладно. Сейчас мы будем тестировать с вами. Где у меня здесь этот человечек, который был? Ну, давайте предположим вот этого. 80 тысяч... Да, давайте попробуем. И посмотрим, права ли моя, как говорится, интуиция или нет. Так, понеслась Боня. Мы с ним на ножах, значит, схлестнулись. Опять у него почему-то какое-то преобладание надо мной. Не могу понять, почему, блин. Вроде хилят, всё делают, но не помогает ни шиша. Давай. Ага, всё, ребята, видите? Да, я был прав. Теперь всё. Воскрешает она как полагается. Ну, блин, ну давай, ну что? Ну, он же 80 тысяч хп. 80 тысяч мощей, я проиграл. Да, ребята. Вот такое вот у нас получилось обновление. И это очень хорошо. Ещё раз повторю, что всё не так теперь просто. Можете теперь за свои замки, как говорится, не трястись так особо сильно. Достаточно 80 тысяч мощей и будете противостоять фиолетовым бизонам. Ну что же, наверное, на этом я, ребята, завершу этот выпуск. Свой коротенький. Ну, обязательно, конечно же, встретимся в следующих сериях. А на этом всё. Всем пока и до скорых встреч, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok